Артфехтование Сиберфайтинг – один из самых молодых видов спорта. Зародился он исключительно благодаря фанатам «Звездных войн» примерно в 2000-х и неразрывно связан с данной киноэпопеей. При этом самостоятельным видом спорта пока что не стал и является под видом артфехтования. Желание во многом подражать джедаям и другим киногероям, владеющим световыми мечами, быстро развивает Сиберфайтинг по всему миру. Естественный всплеск интереса происходит после выхода очередного фильма. Некоторые эксперты называют главной движущей силой развития Сиберфайтинга многочисленные компьютерные игры. И в этом, безусловно, есть своя доля правды. Однако больше всплеск интереса происходит именно после выхода нового фильма, а не игры. Сиберфайтинг можно запросто причислить к весьма энергозатратным видам спорта, так как, по сути, это тоже фехтование со своими приемами и техниками. Световые мечи можно подключить к электрофиксатору, фиксирующему попадание по сопернику во время поединка. Также отдельной дисциплиной спортсмены соревнуются в технике исполнения различных приемов. Плюс оцениваются костюмы, постановочные номера и стилистика их исполнения. Сиберфайтинг – это не просто спорт, это целая история, которая перекочевала из фантастических фильмов в руки настоящих героев. Великие учителя передавали свое мастерство новым поколениям. И сегодня Сиберфайтинг – это великолепное сочетание традиции и инновации. Чтобы разобраться подробнее, мы поговорили с вице-президентом Сиберфайтинга России, чемпионом мира, обладателем Кубка мира по Сиберфайтингу Дмитрием Семенихиным. Он рассказал нам обо всех тонкостях и нюансах. Сиберфайтинг – это артистическое фехтование в стилистике «Звездных войн». Мы делаем заранее подготовленные программы, в которых демонстрируем приемы фехтования на световых мечах и стилизованные под вселенную «Звездные войны». Программы могут отличаться. Мы можем показывать сольные выступления, синхронные выступления спортсменов, дуэли или групповые поединки. Спортсмены заранее отлаживают свои программы, демонстрируют, а судьи оценивают технику и артистизм. Но если это вид спорта, то есть можно достичь мастера спорта или чемпиона мира, что для этого нужно сделать? Да, конечно же. У нас спорт вписывается в вид спорта фехтования. Проводятся официальные соревнования от регионального до международного уровня. Вы можете получить спортивный разряд или спортивное звание вплоть до мастера спорта. И, конечно же, вы можете стать чемпионом России или чемпионом мира. Если вы хотите добиться больших результатов и хороших успехов, то вы тренируетесь каждую неделю, готовитесь к участию в соревнованиях, составляете с тренером соревновательную программу и эту программу демонстрируете на соревнованиях. Сначала вы выступаете на отборочных соревнованиях внутри региона, попадаете в сборную своего города или области, а в дальнейшем выступаете на чемпионате страны. Для занятий с бирфайтингом возрастных ограничений очень мало. Мы принимаем детей с раннего возраста, уже с 6 лет. Также у нас занимаются и более взрослые спортсмены, в том числе и любители. Среди взрослых у нас есть участники, которым уже 40-50 лет и даже старше. Поэтому сиберфайтинг демократичен. Мы принимаем все, без каких-то ограничений по возрасту или по физической форме. Но сиберфайтинг – это все-таки боевое искусство. Какие есть меры безопасности? На самом деле, в отличие от большинства видов фехтования, у нас используется максимально безопасный снаряд. Алюминиевая трубка, которая является формой для рукояти светового меча, наполненная электроникой, специальной звуковой платой и платой для управления светом, светодиодом и аккумулятором. Это то, что у нас внутри рукояти. А снаружи у нас клинок из поликарбоната. Это безопасный современный материал, который, с одной стороны, обладает достаточной прочностью для того, чтобы выдерживать любые нагрузки, и мы могли фехтовать. Но, с другой стороны, он достаточно мягкий, и он не оставляет никаких ссадин или синяков. И даже если вы случайно попадете друг по другу, то вы не покалечите своего товарища. Наоборот, ничего страшного не случится. Световой меч у нас в нашем мире пока не отрезает руки или ноги, как это происходит в кино. Скажите, а бьются ли джедаи насмерть? Как я говорил, у нас используются в основном заранее подготовленные схемы. Поэтому, если один из напарников и падает сраженный световым мечом, то это по заранее прописанному сценарию. Но, тем не менее, очень популярны бывают дисциплины, в том числе в Европе и в Америке, где действительно ведутся спарринги на таких же световых мечах. И в этом плане наша страна не исключение. У нас достаточно хорошо развиты технологии и взаимодействие с спортивным фехтованием. Имеется специальная экипировка и оборудование для того, чтобы проводить подобные поединки в соответствии с правилами и в связи со всеми современными средствами, которые доступны в виде спорта фехтования. Безусловно, главным спортивным инвентарем является световой меч. Представить себе, что по улицам городов бродят люди с лазерными мечами, прожигающими все на своем пути, естественно, невозможно. Однако сделать меч максимально похожим на джедайский вполне реально. Световое лезвие выполнено из прочных видов пластика, внутри которого находится множество светодиодов и разных датчиков. Таким мечам не страшны никакие удары, а каждое прикосновение сопровождается характерным звуком лазера. Поэтому создается практически полный эффект, присущий киношному мечу. Так что меч – верный спутник на пути к мастерству в сайберфайтинге. Для начала занятий достаточно обычной спортивной формы и прийти нам на тренировку в спортивный зал. Оружие джедая, световой меч мы на первое время выдаем, в дальнейшем также подскажем, где можно приобрести. Ну и сегодня мы с вами на выставке на ВДНХ. Здесь точно так же можно пройти, посмотреть на различные экспонаты, и в том числе световые мечи представлены. Можете выбрать любой понравившийся и забрать с собой. А как выбрать подходящий для себя меч? Какие виды бывают? На самом деле достаточно много световых мечей представлено на рынке. Важно обратить внимание на то, что дорогие модели, как правило, являются коллекционными. Они подходят для того, чтобы лежать на полке и украшать вашу домашнюю коллекцию. Но цена на них не должна отпугивать вас от занятий, потому что мечи, которые мы действительно используем для тренировок, они обладают достаточно простым дизайном и эргономичной рукоятью. На таком эфесе не должно быть каких-то сильно выступающих элементов, о которых вы можете поцарапать руку при быстрых движениях, которые мы используем во время фехтования. И чем тоньше такая рукоять, тем лучше. Рукояти бывают как под взрослых, так и под детей. В любом случае, если вы приходите на занятия в секцию по сиберфайсингу, тренеры подскажут вам, какой меч подойдет именно вам лучше всего. А мечи для сражений и постановочных боев как-то различаются между собой? На самом деле да. Сейчас мы на выставке представляем наше показательное выступление и используем светящиеся модели, которые подходят для постановочных поединков. Мечи, которые использоваться для спаррингов могут, они специальной дополнительной начинкой начиняются, но в основе это те же самые мечи. Как мы выяснили, сиберфайтингом может заниматься любой желающий, вне зависимости от пола и возраста. Мы пообщались со спортсменами и узнали, как они выбрали этот вид спорта и чем он привлекателен. Скажи, как давно ты начала заниматься сиберфайтингом? Еще когда мне было 6 лет. А почему выбрала такой вид спорта? Потому что мне очень нравится, как они крутят мячи. Мне очень захотелось так же попробовать. А какие планы на будущее? Хочешь стать чемпионом России? Конечно, хочу. Как часто тренируешься для этого? Для этого мы ходим на тренировки два раза в неделю, по вторникам и по четвергам. По вторникам групповое, а по четвергам индивидуальное. А что тебе больше всего нравится? Мне нравится больше всего крутить. Нолики там, девятки. Потому что для этого, когда ты делаешь удары, тебе особенно вертикальные, чтобы трудно остановиться. Когда горизонтально, трудно точку отставить. А когда крутишь, ты можешь крутить так сколько захочешь, пока рука не останет. Скажи, а фильм «Звездные войны» ты смотрела? Еще как, все шесть частей. Ты занимаешься, может быть, чтобы в космос как раз полететь? Конечно. Я хочу полететь в космос. Вот если на нас сейчас нападают инопланетяне, что будешь делать? Просто начну их упасить мечом. Почему решили начать заниматься? Ну, просто я увидела, мне очень понравилось. Я плюс очень люблю «Звездные войны» и поняла, что мне это надо. Вот когда смотришь выступления с оберфайтеров, задается впечатление, что это очень опасно и страшно. Так ли это? Нет, это вообще не опасно. Ну, бывает, иногда, конечно, страшно, но очень редко. У меня всю жизнь только один раз попали по пальцам, и все. Были ли какие-то казусные ситуации на тренировках или на выступлении? Да почти нет. Ну, на выступлении иногда выпадают мечи из рук, бывает. Но так в целом нет. А что делать в такой ситуации, если меч выпал? Ну, поворачиваться, брать и делать вид, что ничего не было. А за это как-то снимаются баллы? Ну, если это тренирование, конечно, да. А какой цвет меча самый любимый? Конечно, красный. Я же на темной стороне, в стороне зла. Как давно вы занимаетесь с оберфайтингом? Три месяца. Почему вы вдруг решили начать заниматься? Я большой фанат «Звездных войн». У меня есть куча фигурок. Я посмотрел абсолютно все, что выходило на экранах. Мультсериалы, фильмы, обычные сериалы экранного метра. А занимались ли вы каким-то видом спорта до этого? Да, большую часть жизни я прозанимался различными единоборствами. Сперва это было каратэ, затем борьба, кудо, в том числе смешанные единоборства и что-то вроде ММА. Но как-то немного вырос, мне немножко надоело бороться с мужчинами. Я решил заняться чем-то еще более интересным, может быть, как-то пластичным, танцевальным. И решил выбрать с оберфайтинг. Во-первых, отлично подходят по теме моих хобби и интересов. Во-вторых, красиво, артистично, есть элементы акробатики, хорошая комьюнити и так далее. А можно ли начать заниматься с оберфайтингом прямо с нуля? Или нужно до этого тоже каким-то видом спорта прозаниматься? Да, конечно, можно заниматься прямо с нуля. Первое движение, в принципе, не составляет освоить труда большинству новичков. Конечно, многие приходят, наверное, занимаясь уже каким-то спортом, но, скажем так, как продолжение своих каких-то спортивных занятий. Возможно, это танцы, акробатика, либо, как я, с единоборств. Ну, то есть, в основном, юноши приходят с единоборств. Но с нуля никаких проблем. А люди чаще всего приходят в с оберфайтинг, потому что влекаются «Звездными войнами» или есть еще какие-то причины? Ну, я думаю, в первую очередь, все-таки да. То есть, если вы поклонник «Звездных войн», то с оберфайтинг – отличное хобби. Да, и занятие спортом. Можно поуступать на выставках, соревнованиях, показать себя, прикупить себе стильный джедайский костюм и очень крутой меч. Но, я думаю, дело может быть не только в этом. Это в том числе хорошие физические упражнения. То есть, можно поддерживать себя в форме, сбросить вес, просто общую физическую культуру собственного тела поднять. Ну, в целом, занимаюсь для себя. Да, участвую в соревнованиях, выставках и планирую участвовать. Если уровень будет позволять, возможно, попробуем продвинуться дальше. Может быть, какое-нибудь коронавтажное кино по мотивам. Развитие с оберфайтинга в России связано не только с популярностью фильмов «Звездные войны», но и с интересом людей к физической активности, самовыражению и эстетике. Соберфайтеры учатся развивать физическую форму, координацию, технику и художественное исполнение. Насколько я знаю, в «Видном» планируется открытие школы с оберфайтинга. Скажите, это правда? Мы протестировали нескольких юнлингов, и юные подаваны из «Видного» подают большие надежды, поэтому наш совет решил открыть школу и филиал в городе «Видное» с сентября месяца. А если у нас в городе придут много участников, будет какой-то кастинг, или вы примете всех желающих? Сейчас наш орден джедаев переживает новый расцвет, и мы набираем всех желающих, вне зависимости от возраста и способностей, для того, чтобы обучить владению силе и световым мечом. А планируются ли какие-то соревнования в «Видном»? Конечно же, без состязаний не может идти речи о полноценной подготовке. Мы готовим крупный турнир в июне следующего года. Сиберфайтинг превратился из развлечения для фанатов в серьезное искусство и боевую дисциплину, представляющую интерес для многих людей. Если и вас заинтересовал данный вид спорта, и вы хотите попробовать свои силы в нем, то сейчас самое время начать заниматься. А на сегодня это все. С вами была программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Да пребудет с вами сила! Субтитры сделал DimaTorzok